1 играет на гиро очень часто и очень хорошо причем такие ланап убеждает там вайпера дп вообще без проблем просто челкивает это против вич и джей thunder было было дело но он пришел гиро против дп и выиграл по крипам сильно и потом следующий игра он приходит дп против гирой и то есть точно такая же история была так что в миде там проблем не будет внизу там рамзе с игрок линии все пашку поможет роджер все победа не спаши разговаривал насчет этих парней и он сказал что странно это не то слово которым можно описать их игру в финале как это слово у вас то было это слово которое нам не хватало это неплохо это было неплохо и сейчас к плп раз появится и никаких проблем да много кто появится возможно даже будет может своем может быть ну вот темп может не выдержать а своя нормально разгоняет немного топа у рамзеса сердечко на стаканчике starbucks круто милашно ну если взять кстати по обозначению у него там судя по всему 6 спресса и это походу очень много кофе там я на самом деле еще немножко в топа это нога роджера выглядывает из-за нуна и нет вопрос а нет это этот это лёха это лёха там сидит ты узнал его по ноге выглядишь его по ноге просто прикольно выглядит с такой ракурс и ну зачем зачем нам не ртк компания вот эти вещи еще или тимит скорее оффлайн это ласт это ласт пик для для нована да 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 это ласт пик будет и лимит или кэри у нас то стандарт уже стак саппортов для хорошая ну типа стандарт уже крепкий как бы я росла хорошие герои закрывает мы лидит поехали плотно на линии плотно по игре всегда есть мы лидит который очень плотно напрягает но и что он и суппортов которые могут нормально поставить против тени за минуту 15 процентов игре это у кого-то у шекера посмотри тот герой который 26 прошу шекера побольше просто шейкера меньше пик или вот ускара шейкера пик или только наше процентами не по-моему еще еще было еще но выиграли было и два раза с ним первый раз там форсблот был на первом леве мне кажется помнига и нега вот кто-то из этих стопроцентный пока что ну опять же я вчера катал шикарные игры за и обзоры и а3 а это 3 будет 1 раз и обзор очень хорошие стонких героев когда он вкатывается какую-то дровку и и месяц но если посмотреть на мету то вот кауди скатываться ну разве что в гирокоптера дита если он покупает блокинг бар то он не боится он может если блин копится ведь от этого эхо слэма просто blink и snowball берешь героя и за сейвом и медисну или наоборот и по всевременно вкатываться только лагер в меди если гирокоптер будет он может закрывать его на первом левеле шардами идти бить но это он может быть ситуация в которой кидать шарды кают с фиссуры ты не может дать тебя героя он может быть он может это делать просто фишка в том что когда вот мы комментируем последний мейджеры у нас немножечко другое делать таски учитывая что играет 16 лучших команд мира и обычно они вот вместо всего того что рассказываешь ты они просто берут шарик катываются дизатор ставят на всех ультимейт шейкер врывается дает по всему х слэм тине дает по всем прокаст игрокоптер добивает флэкэноном вот обычно у нас вот что-то подобное происходит и именно по этой причине у таска вот такой винрейт вот как мне нравится 26 26 процентов именно по этой причине у него винрейт ужасней лос вышел из пещеры раздал по щам тускару просто современным команд вот так выглядит бристалбек да да он мстит и пока ли контроп не улыбается вообще в этой игре только потому что у него много стана сейчас слишком до фиссуру нужно двигать хуже всего фиссура и кинетик то есть чем кинетик ты еще как-то можешь за его идти помощи но это все поплыли так вот кинетик ты еще как-то можно кбшкой заявить а фиссуру ты никак не заводишь на лего дропе то есть форставку это делать не будешь то есть как бы ликантроп он неплохо смотрится против гирокоптера пока это второе место одного из мейджоров да как бы вот пожалуйста гирокоптеру начнем гирокоптер страдает против ликантропа допустим первые 25 минут пока не купит лакинг бар но как только гирокоптер покупает лакинг бар то песенка ликантропа спета вообще вичи неплохой темповый пик и много товар дэмэджа в теории они могут но преимущество набрать там тысяч семь восемь двадцатой но шишка шоу-то без мастера на потолок врача не заберут первое товара какое-то преимущество будет они заберут рошана там третья книга и возможно они смогут задавить ну snowball ты говоришь о сноуболе но фишка в том что вот но болтовы рара шан они так играют уже последние три месяца они допустим выигрывают одну драку и у них всегда есть герои ломающие вышки соответственно если они выиграют драку они в среднем ломают две вышки выиграли вторую драку и они тебе уже сносят бараки вот если бы не было виртусов то да их план очень хорош они многие команд так побеждали но вот конкретно виртуса ставится тем что первые 25 минут они играют очень хорошо а потом играть не надо уже а потом да то есть они захватывают инициативу не позволяет вичи гейминг тандер в наглую забирать вышки ну плюс лишь рак здесь вот я не знаю он подходит вот и все в него залетает вот все там и фиссуры про кастине из таких шторм и гирокоптер с рассказ там и пока лишь на к нибудь бакинг бара ему будет очень тяжко переживать даже может не успеть его нажать конскотцов типки не прыгает и все да бы твоя песенка спеется и надо жду скором как-то сэвить там еще потом будет ультимейта чекера до крафта сверху да но по-прежнему имеется волки и волки имеет инвиз если вичи гейминг тандер совершает один хороший ганг убивать ключевого героя то как раз они говорят вот все то что говорил андрей и рошаны вышки и бараки и в общем то все необходимое берут очень много будет зависит только не линия стоят потому что тускатами шахты сюда неплохо в рамках и сложный в рамках мидо без разницы закрыл стандал раздать могут но опять же вот исходить ходить такой ситуации что я вижу сейчас я бы просто в мид другого героя добирал не гирокоптера а кого тут есть пара идея вот по итогу этого фига я бы какой-то до хватал они и стрелял бы жабы до в 2 клавиши замесе андрей твой вариант я понятия не меня над герой посмотреть тб в баню на их не плох пл есть есть оборчи шашка не очень хочется полда тоже плохо там же лишь рак меня герой тип кору стрелять здесь вполне есть варианты зевс продолжает неплохой риф продажи снайпер вас на это против ликана все так и так ну типа снайпер гирокоптер кого-то съест кого-то не съест ну короче тролль варлорд вот тролль неплохо против ликана ибо кабы быстрее сделают и решака и и все скорости даст относительно неплохой на линии ожидаем ожидаем обсуждение на себя мне не вижу героев я не поминай да сложно вспомнить можно просто откройся на мобильнике антима а кстати вариант я не успею next открою обязательно в это кантима к еще на аркварден опа мк кинг ну хоть кто-то спасибо один будет стоять против тайда это у тайда будет 9 крипов на пятой ноте много много знаешь вчера я ты давал чуть 5 ты давал 4 он сделал 5 а мк посложнее будет хорошо не она 9 не все равно как-то сможет ставлю что придут двое в этом 12 15 9 крипов на пятой минуте думаю так 12 15 хорошо виртус про спасибо вам друзья отправляемся к форсу и алексу привет я лекс это форс у нас виртус про в gg thunder один из самых интересных матчей игрового дня ну потому что для виртус про все еще не закончено плане того что они еще не проходят венера и не чилят им нужно работать им нужно играть им нужно побеждать потому что пока 4-0 но этот счет не гарантирует проход через венера то есть они сейчас проиграют в gg thunder проиграет например эффектом но вдруг произойдет что то не факт что смогут виртус про пройти с первого либо второго места для в gg thunder ситуация в общем-то похожа они до сих пор могут бороться за венера но при этом они могут упасть и соответственно вниз и вообще не пройти в общем матче чем многое решает то есть кажется что уже один из последних игровых дней то есть у нас сегодня завтра групповой стадии но по факту еще вообще ничего не решено то есть ни одна команда гарантированно еще не прошла там вверх или вниз и при этом для в gg thunder этот матч имеет принципиальное значение потому что они проигрывали виртус про проигрывали очень сильно за счетом 3-0 лет летали в финале бухарест мажора мы ждали какого-то знаешь такого серьезного финала на этом турнире потому что в gg thunder отлично сыграли в групповой стадии всех обыграли в плей-оффе обыграли юбе если я не ошибаюсь там обыграли тиньси и впоследствии встретились в виртус про и просто отлетели со счетом 3-0 вообще без каких-либо шансов я расскажу историю форса форс сидел сейчас и мне минуту говорил что это будет monkey king от рамзеса никто никто не поверит никто не поверит но ну алекс главное что ты знаешь я знаю я знаю что мой сокастер самый лучший а вы уж решайте сами спасибо спасибо но тут похоже тут похоже я соло похоже от от соло точнее для фриза не стиль столько парня эти все идеально идеально слушай прям я вспоминаю виртус про в гаджи thunder это же был тот самый матч на киевском мейджоре тот самый слордар darkseer стяжка краш статик шторм от соло было это примерно год назад до тогда тогда вы по выиграли это только были вичи гейминг или инвиктус гейминг по моему это были вичи гейминг именно thunder нет это были это были просто вичи гейминг а потом на следующий день виртус про выиграли 2-0 команду бёрнинга это уже были инвиктус гейминг ладно не будете ничего доказывать потом потом покажу и докажу хорошо с пруфами по фактам начало неплохое для thunder по урунам 2 для bp для для вичи гейминг джей thunder ну и на центр отправляется сайлор на ликане ликана мы видим последнее время не так часто но лишь рак в общем готовьте что парень этот персонаж будет залетать наверно уже каждую игру никто никто кроме виртус про не отдает ликан тро по команде в gg thunder и вот сейчас виртус про испытают на себе всю мощь китайского коллектива с волком стоит миде он просто прекрасно против гирокоптера его не прохарасить его не выгнать с лайна его можно попытаться убить если о ты видел там как красиво гирокоптер играет выкладывает итемы чтобы там добить крипчика четко это нунчик он силен ты там в миде гоняют роджера здесь фейт на тузке очень много крипов и тяжело может быть глиф нажимается не просто так может быть там крипов как-то пытаются за ноги чтобы продавить иногда да но на предыдущей карте мне кажется это было исключительно мисклик так роджер кладет фиссуру сайлор сейчас будет получать дэмэдж вызывает самонов и все-таки дэмэджа никакого нет здесь на ракет бража на 1 нет поэтому все равно уроне выдать рамзес внизу остается один и если был бы лайнап monkey king date hunter вопросов 0 но сюда пришел лишь рак и как-то стало не очень-то и весело в таком лайнапе рамзес трудно где-то где-то потерялся он на карте в этот момент я не обратил внимание где он находился при том смотри куда monkey king перетягивается это будут monkey king на топе а тени сделать телепорт на ботом ну и честно говоря по моему соло тут сейчас могут похоронить молнии замедление пошло кенетик филд у янга имеется гаш еще замедление и неужели 3-0 в пользу вич и гейминге тандар если у янга есть какой-нибудь там манга у янга есть стики но этого не хватит он пытается соло догнать но очень много времени теряет здесь но если он убьет она купится это время если не убьет ну все убьет тут фейд есть шарды главное фраг оставить потому-то прям супер важно руну разбей соло хорош хорошо и фейд еще фраг забирает это гг ну что будут перетягиваться в gg thunder телепортироваться все-таки и лишь рак и тайт хантер здесь core игроки и лишь рак остается в боте а то это у нас я так понимаю потихонечку бежит в топ и как раз он будет стоять против мк и для тайт хантера это лайн неприятный мк здесь разочек уже шлепнули и рамзес пока что стоит один против двух и такой ситуации прям откровенно сюда перетягивается соло то есть это будет линия 2-2 на центре сам экшену отлично двойной урон как я понимаю и да погибай 4-0 virtus pro проигрывают неужели нашлась команда пока пока не будем делать выводы то есть но он при этом на центре хорошо фармит тупаж и также все по крипстату просто идеально то есть фраги это конечно круто но это не показатель ну собственно и тут прибегает рамзес дает палку янг пока что выживает да как-то убегает уже все этот хантер уровень уже как понимаю набрал гаш каски маледикт и уже утром взлет он умрет прибегает в таверну до 50 до контроль очень сильно набирают уровень там ческар коншал будут . и честно говоря не совсем понятно как уже таком случае стоять ну не без помощи саппортов конечно тут очень грамотно проконтрольный момент не оставляли так хантер один на один с манки кингом иначе бы все было совершенно по-другому шарды не очень чуть-чуть промахнулся фейд если бы зафер нунчику можно было бы его потыкать через лекантропа ну по крайней мере у тине все просто прекрасно на лайне против леширака получает паша много фарма добивает крипов через три греб динает не дает лишь раку фрифармить купил стики понимаю что лишь рак постоянно спамят свои молнии можно быстренько выполнять заряды отлично что она это для того чтобы руну прокону стан есть еще можно толстую подальше но цвет и забирают борьба за руну руна невидимости спавнится в боте хороший power up но к сожалению некому его подобрать и удивить ну там паша подберет невидимость но я сомневаюсь что у него на маловато может там манк нет он он восстановил себе ману лежит в центр но там стоит центре вар и может спалиться да и теряет время пошли теряет очень много он-то не знаешь центр есть но при этом все равно не 100 центре видим и не видел пашу скорее всего так оно и произошло и сайлар погибли до центре можете нам центре показать да он не увидел он прошел идеально же есть наверно паша это сделал не специально хотя может и специально если в gg thunder дивар телевизион и virtus pro знали где стоит центре то может быть паша все сделал прям действительно сознательно попытка забрать манки кинга работает маледикт еще один энкор смеш и можно ползает полку отхиливается но не очень сильно поэтому маледикт его должен допить да у рамзеса пока дела идут неважно 030 но он здесь неплохо фармит но смерти слишком много ну чик использует шрань четвертый левл пока у гирокоптера стаков на эншентах я не вижу саппорты заняты саппорты заняты да хотя как тоже уже давненько не видел на карте манки кинг перемещается в центр в принципе манки кинг это отличный выбор против тайт хантера отличный выбор против этого героя на лайне и неплохой персонаж против ликантропа в целом вот но манки кинг это герой сноубола он должен очень много фармить рамзес успел постоять на этой карте уже везде за вот эти вот 6 минут неполных паша шарды хорошие но я себя лучше не менее крутой но будет ли какая-то помощь для паша потому что возможно им сейчас до конца стан я не должны как сказать он отбрасывается и выживает да фриза нет мана да и идти-то глубоко не хотела стать хантер уже слишком высокий уровень умеет пробить его не получается быстро есть еще и фиссура и снова будет барашью и тотем янг все еще живой вы глимсует назад и наконец-таки убивают очень долго били и не факт что нова на фейт на фейт как-то постоял посмотрел параллельно падает рамзес рамзес четвертая смерть у манки кинга непонятно как оказался в позиции в районе эншентов хороший вопрос хороший я думал может он как-то ликантроп в шейпшифте туда загнал но шейпшифта ликантропа пока что нет а пока не может найти рома свою линию не может найти место где я ему было бы комфортно фармить неплохо фармить нунчик неплохо фармит паша саппорта вроде тоже кое-что имеют левел неплохой тапки есть у всех там может быть скоро аркана даже у шейкера появятся вот но у манки кинга все очень и очень нехорошо 24 крипа это хороший результат но вот из-за большого количества смертей у рамзеса нет левела ну и на творс мы видим на вроде фармит хорошо но творс неутешительный ночью все хорошо ликана ну и ну ван держится молодцом я думаю все таки ближе к мид гейму будут появляться стаки активно мк лико рикаврится если он сделает несколько фрагов купит бф этой игре то он будет очень быстро фармить из-за того что может перемещаться по деревьям но если на протяжении всей игры на протяжении всего мид гейме не давать ему получать золото душить его постоянно то мк конечно будет беспомощен впоследствии есть кулдаун у гирокоптера хорошая попытка может быть сейчас от виртус про убить янг но телепортируется гирокоптер там цели поприятнее не такие толстые выходят паша там есть вард видят пашу вашу будут пытаться ловить но это ловушка паша просто байки на себя выходит на луан нажимает флаг рокет бараш полетела ракета убивает одного но фриз подру на ускорение башню таки паша доняет но телепорт гирокоптера только убийство саппорта убийство саппорта и все равно потеряли вышку да по крайней мере и за дина или хотя стриг был то есть там немножечко дали денежек побольше чем обычно бы дали за саппорта немножечко пространство для роджера появляется дофармить арканы интересно будет ли он все-таки аркан покупатели просто будет копить деньги на блинг там стаки а таки есть это для гирокоптера видимо ну и саппорта соответственно придут экспу по может быть синий нафармит мострика купить себе блинг тут эти не будут много зависит смотри он с доминатором уже нападает на мучка здесь нюнчик откидывается колдауна вышки нет спасти его никто не сможет здесь приходит правда ddc но с другой стороны приходит и соло использует глимсы вроде бы как должен сетка сайлар понимаешь надо на разворот эти стан мимо паша тяжело сайлар бить там шестой уровень уже есть но грамотно грамотного по разрулили ситуацию четко никто не погибает гирокоптер правда на центре по моему страдает гирокоптер он внизу был и его там чуть не убил волк видимо был да что у него нет только что смотри ну да наверное я просто видел что хп отнималось немножко поэтому я вот и интересовался повезло нунчику то что соло оказался рядом если б не дизраптор он бы умирал в этой ситуации суром и сура но и фейд может через сноу болт перекатиться да хорошо арканы все-таки шейкер у нас купил с арканами легче впоследствии давать скиллы у тебя будет больше маны в конце концов тебе все равно что-то нужно будет купить даже если ты рашишь блинк тебе надо либо soul ринг либо аркан тапки потому что она будет катастрофически не хватать чтобы постоянно не бегать на базу чтобы в тимпайте хватало на прокаст рамзес у нас пока даже не задумывается о покупке бэфа снова на роджера роджер будет сломать от статик шторма нет есть фиссура зато под моим уходит monkey king king дает палку попадает по двоим сейчас будет прыгать прыжок есть узко убивать выходит хантерд хантермейтс рэвидж рэвидж пошел и снова рамзес и снова в таверне выходит сюда и соло выходит сюда и паша можно убить фриза фриз падает от паши это хороший стрик много денег покажет вам два но ли контролем и глимс тайтхантера но тайтхантера буду долго бить теоретически на телепорту нажать было трудно стан пошел тос и янг до конца но его убивая его при этом ты правильно отвечаешь ликан хорошо сплитит очень и он почти забирает т2 это мощно следующий заход для контроля на т2 вышку в боте будет крайне прискорблено для команды virtus pro вот мы смотрим как раз тот момент когда рамзес умер да как вы загнали туда его загнал видимо туда фриз или это не тот нет это это не тот момент это один из момента где рамзес погиб да просто просто прибежал лишь рак сжокова обидная смерть для контроль не отступает с бота продолжает толкать линию сейчас он заберет вышку там но virtus pro не хотят просто так эту вышку отдавать они нажимают смог сайлор отступает все таки здесь тузка есть рядом то есть статик шторм есть статик шторм есть кулдауни хватает манна кулдауну с плюс 40 кит бараш используется ракета снова был пошел он должен хотя бы фейда наказать сюда выходит ddc имеется дезвард есть каски есть их ослайм хороший роджер дает ультимейт пошел тос приходит гирокоптер центр драки есть стана от фриза мимо пока размен один в один ставится дезвард его моментально сбивают убийством вич доктора но падает перед нами гирокоптер и тут прибегает сайлор и начинает грызть пашу паша нажимать стики но стану еще нет секунду сам появляется сайлор очень грамотно увернулся но тут ой суши один укусил и закусал для сайлора и минус 4 для в гаджет under но при этом есть и маленький плюсик monkey king получил пространство плюсик действительно маленький очень маленький очень маленький знаешь существует принципиальная разница между понятием пространство и понятием на фиддить пространство это когда ты отдал одного саппорта а три твоих кора фармит а фиддить это когда четыре тиммейта умерли один кор фармит то есть это пространство можно назвать только с очень большой натяжкой конечно если бы туда пришел monkey king и он бумер вот поэтому он все правильно сделал то что не стал присоединяться к этой драке просто пофармил в топе использован смог команды vp могут теоретически сейчас найти фризом смещается даже вниз там цели поинтереснее там туск там аликан и туск спалился пошел в атаку шок вэйв есть рендро пошел панч там атака тем временем на фриза это будет размен скорее всего один в один роджер дают фиссуру пытается просто убежать за фризом погоня продолжается фриз убивать мы перемещаемся быстренько вниз тут за роджером но роджера отпускают но при этом забирает башню сайлор вторая башня и дополнительно деньги именно сайлор достаются срочно срочно отсюда убегать потому что его тут хотят зажать гирокоптер рядом вроде бы рядом еще и дизраптор есть но сайлор продолжает фармить вражеский лес не боится вообще никого вард стоит центре рядом стоит будет покупать не кровь сайлор ранние некра очень сильно решают против гирок мне интересно что там у тени там что там по блин дайгер у тот момент но мы ждем мы ждем блин дайгер и тогда вы поэтому будут нажимать смоки пытаться выходить и манки кингу давать space потому что пока у рамза ситуация по-прежнему прям очень печальная 3500 еще фармить и фармить хоть и манки кингу много обычно нужно но тем не менее важно что манки кинг выберет следующим и там будет ли это сабля или какой-нибудь дизолятор или он все-таки попытается сыграть через battle fury не поздновато ли будут в такой игре конкретно battle fury покупать когда купишь никогда не поздновато покупать манки кинг battle fury но здесь может быть лучше просто другой слоте потому что ты теряешь все вышки и это плохо сопернику нельзя отдавать ну обычно мы видим вот такую ситуацию только с обратной стороны когда virtus pro давит начале забирают все вышки забирают весь фарм поэтому рамзес должен прекрасно осознавать что он сейчас играет на месте своего соперника ну мне нравится мне такая игра нравится мы такой игре уже говорили что не интересно как хочется посмотреть как они камбэк вот 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 это вот это будет интересно то есть смотреть какую-то спробу из этой ситуации выходить когда им нужно самим что-то придумать а не сопернику это интересно за этот турнир такого не было да и за прошлый не было да и за поза ладно в катовице очень интересный был бой между и г вертус про одну карту с потом по их проиграли там без плуна была если ты помнишь вот там было конечно очень жаркое противостояние в принципе на третьей карте где virtus pro выиграли тинкером и без профит двумя такими нетипичными корами для доты когда у тебя нет вот такого активного физдопейсера в лейте есть только диспрофит которая сильна с экзорцизмом ну и тинкер который бьет пьюром там магии забираете родину вышку в топе игроки вагаджетандр идут дальше гирокоптер дофармил себе яшу но продолжает толкать бот в миде у нас роджер добирает свой блинг есть ли у него деньги три тысячи над ворс нет денег у него нет потеряна очередная это грустно получается вышки падают слишком быстро это учитывая что вагаджетандр имеется аегис если что у команды вагаджетандр еще не потеряно ни одного табора и мне нравится как закупился тайт это супер грамотно что там пайп против гирокоптера тебе у тебя настолько сильный пик что вопрос инициирования просто не возникает то есть ты просто идешь пятером и ломаешь если соперник хочет нападать он это сделает и ты на тебя особо не нужно думать просто нажимаешь правой рукой мыши и идешь и бьешь да конкретно сейчас вагаджетандр могут себе позволить делать именно так 2 некрона консайлера уже курьере рецепт 10 14 счет 5000 за китайский китайской командой у манки кинга 5000 бф 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 это хороший слот на манки кинга ему нужен дэмэдж ему нужен эреген ему нужно быстрее 10 сала на соло но тут успел дать глимс соло при этом уйти ему не должны дать молитвы работает курьер сел тему убит соло неужели уйдет как ты его отпустили в прочем курьер с некрами и с баклером и вардами довольно но выгаджетандр все равно будет заходить не кран уже придется отдать здесь волк 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 и поехали рэвидж имеется аегис по прежнему остается до манайдж купила monkey king monkey king есть ультимайт уровень 11 что делать в этой ситуации непонятно берут спро не были не привыкли стоять вот так вот на 17 минуте на своей базе они привыкли на 17 минуте стоять уже на вражеском да тут как ты что-то сломалась параллельная вселенная выгаджетандр не торопится сломали т3 отступают будут продолжать фармить дают возможность роджеру добрать блинк дает возможность манки кингу дофармить бф хорошо то что виртуз про лайне потеряли лишь рак хочет у нас блатстоун приобрести в г-джи тандр постоянно пятером бегают поэтому вертус про должны по ловлам сейчас как-то пытаться обогнать мы видим 10 левел на лишь раке что там разница в разница в опыте небольшая есть в сторону виртуз про вот она должна увеличиваться но по золоту тут понятно все но мне нравится что появляются блингдайгеры вот от этих блингдайгеров можно играть тени с блингдайгером что самое важное шейкер а шейкер мы вчера вспоминаем гибзора который рожейкере исполнял идеально роджер может не хуже а может в каких-то моментах и лучше роджер должен сейчас играть возможно за одним из своих коров он должен просто там встать ждать атаки позволить рамзесу просто бить вышку да например если на рамзеса нападают это просто выпрыгиваешь даешь фиссуру эхо слэм и по крайней мере даже возможность своему кору выжить но пока у нас роджер играет на центре вот он там по форме он немного перемещается в топ но уже слишком поздно стопа нужно отступать как паши так и рамзесу рамзес палец мог фриз сломать нет чуть-чуть не попал чуть-чуть не попал по рамзесу здесь уходит рома прыгает не делаем четко четко ваша уходит поступит ли роджер также как и обзор купит ли он линзу линза очень важный и там объясню почему линза увеличивает range блинка это самое важное и ты можешь стоять вне видимости своего соперника и врываться вот просто с огромных расстояний давать их и слэмы и оппонент соответственно тебя не может просто найти в тимфайте очевидно что главным приоритетом для бэк g thunder является шейки если ты нападаешь на шейкер даешь ему хотя бы какой-то маленький дэмэдж он не может ворваться не может дать свои скиллы но если у шейкера есть линза он может стоять настолько далеко что ты просто его не видишь в принципе for staff помогает делать то же самое ты влетаешь на форстафе сначала потом блинкаешься и потом даешь эхо ну как вариант но то как сыграл вчера и обзор это было просто потрясающе на гаджет under уже на базе противника виртус про чтобы делать все виртус про здесь также роджер выбирает позицию аегис пропадает раньше я готов до каста в любой момент бараки упали от кого-то бы подловить ну хотя бы 1 2 есть глим сайлор нажимает шейп шифт на статик шторм кенетик филд манки хинга дует ультимей сайлор можно быстро убить сайлор урвается убивает моментально дизераптор убили дизераптор выкупается надо скорее кого-то глим сануть соло подойти больше ничего в общем-то дизераптора не нужно соло тут янг такое ощущение что готовы драться и без ликана есть рэвидж манки кинг пока на дереве сидит соло получает гаш в рейф от роджера х слэм по троим фиссора по четверым продолжение будет ли ddc тандер страйк получил выход паша дает аэваланч дает тос можно убить практически всех убивает вич доктора фейд дает шарды погибает также но ванн пытается уйти из драки фриз находится под пайпом вместе с янгом паша пока все в кулдауне появляется тос манки хинк уже здесь и выкупается туск даже так тос на фриза паша что-то павелыч аэваланч пошел станат лишь рака есть но ванн просто бенштих аккуратненько стоит флэком расстреливает убивает тайт хантера также может а петя фейда который с байбека пришел получает палку врывается паша есть тос и это минус 5 и при этом в это даже минус 6 это минус 6 и еще убили курьера виртуз про который тащил мекку это еще не кровь и готов по пророджер ворвался роджер ворвался он просто изменил ход драки он дал фиссурах а слэм нанес огромный урон и на тысячу рожите нам урон вообще от шейкера шейкер 2600 то есть не намного больше меньше чем у того же тине у герокоптера меньше чем у шейкера получилось так но у ребят решили драться здесь дальше без ликана это уже вопрос к тому что хотели выгоджи тандра тяжело убежать было если ты заметил виртуз про не отпускали своего соперника до конца не продолжали держать боевой контакт то есть они с одной стороны и не нападают а с другой стороны и не позволяют сопернику отступить если ты нужен нажимаешь тп-шки вот такой ситуации как в гиджи тандр то кого-то одного у тебя цепляют и все и он умирает но чёрт же тандр ну видимо так работать видимо да но выгоджи тандр ну скорее всего поступили неправильно в этой ситуации действительно можно было бы даже какую-нибудь тайда дать и не все-таки забрали линию да да они забрали линию потеряли кана и например отдали бы это подобная ситуация виртуз про полностью устраивает мути не внизу по моему проблемы он спрятался его зацепили шардами но snowball уже скастовать там не получится monkey king начинает очень серьезно 3000 3000 золота после натвора смотрите какой то есть вспоминаете да у рамзеса был счет по моему 0606 у него был счет и он сделал один фраг в последнем тимфайте который был и вот уже тут можно подсолить немножечко вич доктора но боится это делать рамзес потому что рядом может оказаться какой-нибудь тиммейт и наказать рамзеса за такую дерзость одна интрига пока остается джей тандра все еще в игре если драка будет с ликаном будет хороший рейвать что могут неплохо провести драку но там появится скоро блэкинбара и у герокоптера и у манки кинга тогда будет несколько труднее а у герокоптера разве уже есть блэкинбаром у него уже есть блэкинбаром я понял все вопросов 0 теперь уже нужно призадумываться о блинг даггеря и он же он же призадумался там как бы уже стоит артефакт туда надо как-то ворваться в плотную действительно к тайт хантеру вот боже мой к герокоптеру конечно же и давать реводж форста появился у шейкера демонстрирует нам владимир несколько иной стиль игры по сравнению с игроком команды секрет четвертой позиции обзором лишь врачок пока у нас был отстанным бегать и ул 14 зарядов у фриза все в порядке в топе поймали пашу у паш есть возможности уже уже ушел успел успел четко четко уже казалось что все каска сейчас полетит а выгоджей thunder сейчас тяжело двигаться быстро по карте с одной стороны против них играет monkey king который по деревьям быстро перемещается и может отпушивать лайны с другой стороны против них играет герокоптер который дает свои скиллы колдаун да там руки параш убивает пачку крипов и шейкер который тоже перемещается по карте за счет блинка форстафа через афтершок убивает пачки крипов но верту споры решили все-таки не сплит пушить а повоевать скоро может заспавниться рошан и очень важно не отдать его уже это будет смолк на смолку monkey king а пылся блэкин бар третья некрономика лекан как я понимаю без бкб выходит тайт хантер тайт хантер в инвизион невидимости ставится центре и есть блэкин бар и можно решать уже на развороте раздает ультимейт вырывается паша его начнется попытка быстро битать хантера этот хантер есть байбек может байбекнуться вернуться в драку там блэкин баров уже не будет лишь рак под дизейблом отходит 30 назад прорывается рамзас на 10 вы наконец-таки выкупается тайт хантер вас мы слишком долго думал можно убить 10 до свар шикарно но это урон не хватает еще есть эхо есть улна гирокоптера гирокоптер стана нет хороший сейчас будет эхо сейчас будет эхо шейкер уже рядом но он боится не допрыгнуть паша побежал немножко не в ту сторону он мог бы привести игроков в г-дж и тандыр паша еще не погиб поверь ну его уже бросили потому что шейкер отступает blink out гирокоптер отступает ваша телеварда ликнуться и уходит красиво не так плохо лучше отлично получилось тайт хантер выкупился то есть минус 3 сделали ну жаль что погиб рамзас да там просто вич доктор его закрыл дозвард полетел и дальше просто не отпускали ну я думаю что виртус про говорят наконец-то интересно играть наконец-то тяжело и пока до сих пор ничего не понятно лекан покупает блэкин бар третий некрономика но очень силен да если бы не соло если бы не его центре рамзас бы бкб не нажал ну просто бы не нажал и все это было бы и виртус про могли бы посыпаться возможно проиграли бы драку в ноль да да и забрали бы выгоджи тандыр ваша править при этом остается пошел кулдаун рашан остается на половину здоровья выходит рамзас я отлично снова волну это вопрос времени панч от тузка есть блокин бар но ван врыв от янгру тут блокин бар не может дать рэвидж и янга можно пока за это время быстренько запинать стан по шейкеру шейкер по которому ничего не может делать рэвидж пошел но только одного гирокоптер цепляет янг дает гаж дает якорек но ванажем от стики пока живет но тут прибегает сайлор делать убийство на новой миром за испытатель просто уйти блоки в часах не палка тут есть палка паша палку сам кидает на приезда дает тос марки кик ультимейт глимсует назад тайт хантера тайт хантер дает гаш этого не хватило янга можно убить да у рамзас еще и пассивочка появляется сайлор делать нет больше дизайблов у команды рашан остается и рашан достаточно сладенький можно его сейчас пойти вот так вот не очень может быстро но забрать на тайт хантеру трудного как-то он прыгнул а там два героя под плакин зажком слишком долгий блэкин барыч и виртуз про тяжело к ставать рэвид же если у тебя нет тиммейтов рядом если ты не нападаешь первым то скорее всего хороший рэвид что дать в драке не сможет да и уже преимущество в 6000 виртуз про снова выигрываю драку это учитывая что шейкера хасла им дать не смог здесь тут вы просто выгнали и быстро убили вот как раз в г дж тандер реализовывают идею атаки на шейкера не дают ему ворваться то есть находят его скидывать не скиллы не позволяет роджеру сыграть в этих моментах но видишь как получается если ты не даешь одному игроку из виртуз про сыграть 4 других играют на несколько процентов сильнее и у них развязаны руки они могут очень неприятные вещи делать в симпатии роджер будет ли ворваться убить не знаю он может он может не хочет аркадис или нет леда вот со следующей пачкой крипов он нападет если там останется фейд фриза не факт что он кстати заберет а фриз его ищет ну там или есть форстафа делает blink фриза чего-то отключить если за у за и улит нет он не видит не видит а теперь видит а теперь можно подъявить но фриз боится что это было просто как он как он так шел идеально и чтобы исполиться последний момент остановился скорее всего он просто спрятался то есть он тоже хотел посидеть немножечко в лесу подождать пока кто-то покажется на карте после этого выйти скинуть скиллы зафармить пачку и потом только ну уйти с этого лайна скорее всего роджера там не искал shadow blade готовится приобретать мк 20 левел у манки кинга можно посмотреть таланты что у него взят это дополнительный крит для баундл страйка по 25 уровне очень крутые таланты у рамзайса как одна так и другая ветка дополнительная броня в арене позволяет защититься от ликантропа но обычно берут атакующие таланты именно дополнительное кольцо для арены есть эйгис у вп поэтому не вижу смысла ждать можно этот соло с вард врывается паша просто выкидывается очень это самолитик стики стики уже поражат и соло посмотрим телепорта нет ну тут блэс ранга только можно говорить парни спасите не успел жесть но это было довольно сильно это долго было сильно может быть это и куча как титаник прямо конец этой истории не обладал и к лучшему я видел этот момент дизраптор кричал мамы я не хочу умирать 2321 8000 за командой в.п. но и будешь дать дизраптора пока эти нет смысла герокоптер бабочка оба шкурами 17 я думаю что рапирую нован покупать пока не собирается он себе и сата не купит у него и так все хорошо пробивать урона ложная бабочка дает очень много дэмэджи лавкача герокоптер один из них а вот вы где тандыр нужно призадуматься о покупке манки кинг бара атака паша snowball получит нажимает блэкин бар что там пытает хан тро очень быстро убивает фейда но он против сайлорного нажимать блоки бара получает очень сильный удар от сайлора рамз с нажимая также блоки бара янг пока не может дать рейвич абсолютно никакой фисур от рожда от тайт хантер совсем скоро можно будет дать рейвич она работа закончится шеф шифт на роджера погонях а слайм просто того чтобы защитить себя есть рейвич отлично очень крутой тайминг от янга убивают и какой же хороший станет лишь рака промзу с рамзу ничем драки сделать абсолютно не может этих что расставиться от соло марки кинг дает ультимейт янга практически пробили дай янгу убили шейкер-окупатель на ту же минус 4 пользу команда в.п. фриз пытает сделать или пор находит фриза и глимс есть фриз иди сюда динается только может здесь уйти ему отсюда минус 5 размен на одного шейкера игра от роджера он свои фиссуры прикрыл проход ликан тропу тот не смог догнать гирокоптер и убить его и впоследствии он под задержал его их ислам очень круто идеально идеально сыграть несмотря даже на рейвич как тут это хантер настолько здесь трудно хоть уже и блоки бары были сколько раз использована но не может нормально барбарни для ка он по-моему переборщил уже с эскейп артефактами типа мекки и пайпа одного пайпа было вполне достаточно это просто защитил себя и свою команду от прокаста гирокоптер тиньи шейкера дальше покупай блинг даггер тем более он эту мекку очень долго не мог собрать потому что двух курьеров убили подряд в виртуз про а сейчас ему нужно врываться первым давать реводжи до активации блэкинг бара в виртуз про и соответственно без блинка он это делать просто не может подцепили таска таск получает тос и есть байбек главное виртуз про не заиграться здесь главное не заиграться ликан сейчас появится у нее есть ультимейт виртуз про знает то что нет реводжа и это главная причина почему виртуз про до сих пор стоят на хай-граунде и лупят миллиард с гаш уходит шеду блэйд если какой-то детекшен пошел эваланч врывается фейд тосует просто подальше рамзес и заставили тузка выкупится и bp просто уходят возможно будет сразу же какой-то смог от команды в гаджи тандер там идет ликан шейк шифте паша делать блинкаут 0 ликан видимо даже не за паши бежала видимо так видимо так все еще не победа хотя уже последние драки 3 виртуз про показывают доту намного лучше ну причинам уже сказали в чем дата хантер как с блиндаггером прям он как прямо после пайпа купил мекку да который не совсем понятно которую он да зачем и почему он купил мекку очень рано очень рано но из-за того что двух курьеров убили виртуз про он все никак ее не может себе притащить рамзе мог только на сайлора при от жар в риф но как-то не получилось застанется вашим от бкб рифа тузка роджера в контратаку идут роджер из их сам даст ли его нет не будет их слома марки кейн культи мэйт палка по 2 английского за сайлора можно убить очень быстро поедович доктор падает фейд падает минус 2 что-то по сайлору сайлора также отсюда не отпустят статик шторм и трипл кел для ноуана байбеков нет возможно это минус две стороны потому что на мид зайти не проблема ботом в общем то тоже задача простая времени много тайт хантер есть рэвидж но ликана не будет минуту лишь рак и тайт вдвоем защититься не смогут да еще и потенциально могут убить лишь рака лишь рак ай-яй-яй-яй-яй прыжок от рамзеса есть юл нужно станет других вариантов нет есть глимс но может быть зря соло поспешил с этим глимсом при этом есть палка еще одна врывается паша эваланч тос рэвид пошел но паша нажимать блэкин бар на реакции четко и фриза отсюда не отпустят и хороший кинетик филд приз не мог убежать просто кольцо висело погибает курил сил света наплевать на него команде в па он был практически пустой падает приз уже буквально под фонтаном отличный тос рамзеса на фриза ну и тайт хантер кинетик филд эваланч рамзес делает дабл килл ну и можно можно идти пушить уже ботом забрали забирает гирокоптер и мид топ забрать пока не получится там стоит т2 вышка но мне кажется верту спро могут поднаглеть и попытаться забрать еще т4 как минимум одно но все-таки отступают сейчас как же они хамят как же они хамят на гаджи тандр прям на их базе убивают так хантера убивают лишь рака не позволяет соперник вообще собраться в пятером и провести грамотно атаку отступают виртус про все очень круто у гирокоптера манкики тоже смог зарекаврится вот это как раз тот момент который отличает хорошего игрока от плохого даже плохой игрок может получить манки кинга идеально отстоять против тайт хантера ты попробуй зарекаврится возможно уже бы шмотки сломал на минуте 7 и все но нунчик бы мог сломать шмотки но нунчик неплохой игрок как мы знаем вот так что это не совсем та ситуация хороший игрок умеет в ситуации когда у него все далеко не идеально сделать так чтобы его команда впоследствии смогла камбэкнуть и он сам получил бы фарм и у рамзеса это получается наконец-таки blink на 33 уже 34 для тайт хантера поздновато поздновато у сайлера появляется манки кинга ладно пока игра еще идет я все еще жду что есть какой-то микро шанс что-то их антро ворвется достраивать по манки его гирокоптер ну тут еще и тени мы как-то против не забываем но это тоже проблема у тени артефакта есть и неплохо пробивает эти не там кристалли с намерен купить даже дейдалус возможно у него уже даже стали есть нет денег все таки ему немножечко не хватает тут он скоро может купить демонедж но на рецепт кристаллис на рецепт дейдлесса ему еще нужно будет подкопить скоро заспавнится очередной рошан напали на лишь ракастан пока что свой рамзес не тратил купил себе кирасу между прочим рома и это отличный слот для него еще для его команды бы там напомню в курьере была книга я думаю что же рамзес ее себе прикупил может быть а может быть дизераптор я себе хочет взять потому что ему нужно до 20 до качаться как можно скорее него там талантно обычно именно вот призываться пригодится лет талант а вот 25 будет для такой ситуации на такой ситуации наверное книгу лучше отдать даже monkey king у было бы ладно курьера пока нет 20 уровень улика на на по уровню лекан просел это очевидно так как же у п все было не то что прям плохо но ситуации были неприятны там какой-то момент проиграли там порядка 7000 но четко из этой ситуации вышли на 23000 превосходство над в гиджей thunder roger shadow blade for stuff blink 1400 золото отступает чуть-чуть подождем рошадут рошадом рошадом третий третий рошан рефрешер шард два эхо слева троджера теоретически возможных если виртуз про конечно два рошана заберут но если его заберут в гиджи thunder они могут дать дворе в это что там у нас стоит хантером по-прежнему 9800 над ворс блин появились и шейп-шифт атака гирокоптер хорошо гирокоптер можно быстро убить но тут есть но болл ваша статик штормах и слой врыв отличный и можно решать дать катор минус туз погибает ли кампе с байбекой сдаются как же виртуз про красиво закончили идеальная комбинация но он делает ультра килл 1-0 виртуз про побеждают на этой карте если бы подобную ситуацию в гиджей thunder реализовали до того как у гирокоптер появился сатаник все могло бы как же красиво исполняют в п вот это прям вот как в п и умеют ворваться и закончить ну просто идеально ну знаешь усложнили